При развитии зародыша у подавляющего большинства млекопитающих в матке формируется плацента. Нет плаценты у однопроходных, а у сумчатых она зачаточна. Длительность беременности, а в этой связи и развитость новорожденных у разных видах плацентарных зверей существенно различаются. Минимальная длительность беременности характерна для серого хомячка 11-13 дней. Максимальная для индийского слона более 500 дней. Как правило, виды медленно созревающих млекопитающих имеют большие промежутки между рождениями и наименьшее число детенышей. Наоборот, виды млекопитающих, у которых половое созревание наступает рано, плодятся часто и выводок у них большой. Замечено, что скорость размножения находится в довольно тесной зависимости от продолжительности жизни. Медленно размножающиеся живут значительно дольше высоко плодовитых. Детеныши у одних видов животных рождаются беспомощными, а у других способными к активным действиям. Новорожденные сумчатые, особенно мелкие, недоразвиты и донашиваются в сумки. Скорость развития после рождения зависит от состава молока, которым мать кормит детеныша. Молоко млекопитающих содержит все необходимые для развития и роста детеныша вещества – белки, жиры, углеводы, витамины и соли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова